Больше пяти тысяч россиян стали резидентами Аргентины с 2022 года. Цифра рекордная. При этом только за прошлый год Южноамериканская Республика выдала вид на жительство почти четырем тысячам наших граждан. Через два года легального пребывания мигрант уже имеет право на гражданство. Зачем наши соотечественники рвутся в Аргентину и как работают местные законы, объясняет основатель компании РУ Аргентина Кирилл Маковеев. Эксперт уверен, что правительство Аргентины всегда радо новым гражданам, независимо от внешней политики правительства. Гражданам России в Аргентину не нужна виза для въезда, миграционный статус можно поменять на месте. Если у вас рождается ребенок в Аргентине, то ребенок сразу получает аргентинское гражданство, родители его получают в течение года или полутора. Это судебная процедура. Если вы приезжаете сюда с иностранными накоплениями, или у вас есть квартира, которую вы можете сдать, и у вас есть пассивный доход на уровне полутора-двух тысяч долларов на семью в месяц, вам сразу положен вид на жительство, и через два года у вас есть право на гражданство, Аргентина остается самой простой для иммиграции страной в мире, и в этом смысле ничего не поменялось. Россияне везут в Аргентину деньги, россияне везут в Аргентину мозги. Аргентине, безусловно, нужны мозги, которые утекают из России, почему бы ими не воспользоваться. Безусловно, Аргентина заточена в том, чтобы российские мигранты приезжали, оставались, и готовы сделать все, чтобы они получали паспорта аргентинские, аргентинские гражданства как можно быстрее. В большинстве своем действует презумпция того, что люди добросовестно выбирают аргентинское гражданство и резиденцию для того, чтобы жить в стране. Те, кто хотят потом двигаться дальше, тех, кого Аргентина не убедила, что нужно жить в стране прямо сейчас и здесь, но вернуться потом, какая разница, не имеет значения, они остаются аргентинцами по жизни. Кирилл Маковеев, основатель компании РУ Аргентина. Аргентинский паспорт открывает безвизовый доступ в 170 стран, к тому же новоиспеченным гражданам охотно дают американскую туристическую визу сразу на 10 лет. Сегодня процедуры получения ВНЖ налажены хорошо, сообщает автор телеграм-канала Аргентина на русском языке Егор Васильков. При этом одним из главных способов натурализации остается так называемый беременный туризм, и он создает большую нагрузку на миграционную службу. С одной стороны, очень неприятная тенденция, когда фактически абьюзит местное законодательство, но с другой стороны, стоит моральная дилемма, что родители аргентинца не могут не иметь здесь ВНЖ, то есть фактически они тогда очень сильно поражаются в правах и не могут обеспечивать новорожденного гражданина страны. И поэтому вот так вот, взвешивая две этих позиции, миграционные власти Аргентины приняли как некое должное, что у любого родителя, который опекает гражданин Аргентины, у него должны быть права. Поэтому одна из тех групп, которым, скажем так, выдается ВНЖ, это группа тех, кто рожает здесь. Но опять же, надо также понимать, что это ВНЖ как выдается, так и забирается обратно. Поэтому если люди улетают из страны, то это ВНЖ могут спокойно отозвать. Довольно легко и просто. И такие случаи были. Очень серьезно развита защита прав мигрантов, потому что страна создана мигрантами, и они как национальную идею, наверное, воспринимают тот факт, что мигрант — это основатель этого государства. Сохраняется все равно возможность бесплатного образования, бесплатной медицины, как нечто безусловное для всех, кто здесь рожает детей. Главный вопрос, на самом деле, в другом, собирается ли человек фактически здесь жить или нет. Потому что если он собирается отсюда уехать, тогда это ВНЖ, ну, как я уже сказал, оно ему фактически ничем не пригодится, ничем будет не нужно. Это был Егор Васильков, автор телеграм-канала «Аргентина на русском языке». При этом некоторые россиянки выбирают для родов не Аргентину, а соседнюю и не менее привлекательную Чили. Плюсов очень много. И в целом выбор страны был связан с чилийским паспортом. Рассказывает владелец компании авторских туров Алиси Скидан. Она добавила, что перед Аргентиной у Чили есть кое-какие преимущества. Чилийский паспорт у нас, наверное, самое главное, это было сделать такой подарок нашей дочери. На данный момент с чилийским паспортом открыты порядка 170 с копейками стран без виз. В том числе это единственная страна Латинской Америки, которая дает возможность в Штаты приезжать без визы. То есть она там оформляется как типа разрешение электронное, подается. Ну и, естественно, родившись в Чили, ребенок получает сразу гражданство. Причем этого гражданства лишить его, по сути, не могут. С Аргентиной ситуация сейчас на данный момент не совсем простая, потому что есть уже кейсы, когда отменяли гражданство. Потому что мы, например, сейчас не знаем, в принципе, на данный момент мы не планируем жить в Чили, хотя все может измениться. Мы просто хотим, чтобы у ребенка была опция и было два паспорта. Я здесь нахожусь в Чили, и я вижу, насколько здесь хороший, высокий уровень медицины, касаемо именно рождения ребенка. По всем остальным аспектам я, опять же, на себе не испробовала. Но вот ведение беременности, сами роды, послеродовое, довольно высокого уровня, однозначно лучше, чем, например, в нашем регионе. Я не буду говорить конкретно про Москву. Я в Москве не живу. Еще один огромный-огромный бонус. Здесь можно родить бесплатно, абсолютно бесплатно, даже не имея вида на жительство. Олеся Скиданна, владелец компании авторских туров. Между тем, у желающих улететь в Буэнос-Айрес не раз возникали трудности. В последний раз это случилось буквально на днях. Турецкие авиалинии без объяснений сняли не менее 50 российских пассажиров с рейса. Выплатят ли им деньги за несостоявшийся полет, пока непонятно.